Устанет! Ты уйдёшь! Не волнуйся, уйдёшь! Он устанет! Он сказал гениальную фразу. Надеваешься, и он сказал, что искусству нужна жертва. Причём одна, понимаете? Искусству нужна жертва. Понимаю. Сел на мотоцикл и сказал, а ведь я знал, на что я иду. Так вот, Солидар Александрович, обожали люди работать. Обожали! Вот сейчас я слышал кусочки рассказов о том, как его вспоминают. Обожали его! Но всегда это было связано с потенциальной жертвой. Искусству нужна жертва. Это был такой девиз рязановской работы. Я мог бы рассказывать про Рязанова сколько времени есть, столько я бы мог рассказывать, потому что поразительно. Действительно, вся жизнь прошла. Вот так вот с этого сметания палки, да, вот последних дней вся жизнь пошла вместе. Вот. Я сейчас в его доме очень бываю, очень люблю и счастлив, что в Москве есть его дом. Его дом. Мы же так забывчивы, понимаете? Вот великий режиссёр, да, Андрей Алексеевич Тарковский, он недавно исполнил свой 65 лет. Столько бы хотели, чтобы дом сохранился. Нет, не сохранился. Не получилось. А у Эльдара Александровича, он действительно человек счастливейшей судьбы. У него настоящий дом. Вот спасибо Айону Валерьяновну, которая за этим домом смотрит. Жена Эльдара Александровича. Я не буду говорить слово вдова, потому что нет у меня этого. В голове этого нету. Понимаете? Жена Эльдара Александровича сохранила этот дом. Дом его весёлый, хороший, чудесный дом. Он мне уже в последние годы... Он учился в Узенштейне. Представьте, невозможно. Он учился в Узенштейне. Он говорит, я учился в Узенштейне. Я говорю, да, прощество. Он говорит, да, я правда учился в Узенштейне. Я говорю, ну что же ты, чему тебя мог научить Узенштейну? Да ничему, всяким глупостям. Он меня всяким глупостям научил. Хочешь, я пойду тебе, сейчас я покажу одну глупость Узенштейновскую. Вот. Мы с ним пошли. Он говорит, я к нему приставал. Сергей Михайлович, мне никто не поверит, что я учился Узенштейне. Ни один человек не поверит. Напишите мне чего-нибудь на какой-нибудь книжке. Чего-нибудь, что хотите, напишите. И он подвёл меня к книжке, на которой было написано, Эльдар, ты бы знал, как ты мне надоел. Это первое, что он написал. Что ты от меня хочешь? Ну, конечно, ты в лучшем положении, чем я. У тебя, Эльдар, всё спереди. У меня всё позади. Такую, значит, волшебную глупость написал своему, одному из любимейших учеников Сергея Михайловича Узенштейна. Вот. Ну и у меня ещё личная, совсем маленькая история. Он снимал, забыл, как называется его картина «Барбара пошла». Как это самое? А? Иронию судьбы. Как, как? Иронию судьбы. Иронию судьбы он снимал. У меня в подъезде. У меня в подъезде дома. У меня только что родился сын маленький. И мы его укладывали спать. И вот он только-только начинал засыпать. Вот только-только. Как раздавался дикий вопль из подъезда. «Барбара пошла!» Это Эльдар Александрович руководил польской актрисой. Так, чтобы она пошла вовремя и в ту сторону, в которую он хотел. «Барбара пошла!» Ильинский пошёл. Потрясающая, потрясающая Люся Горченко. С потрясающей вообще, так сказать, вот это говорят, гламурная внешность. Какой там гламур рядом с Люсиной? Вспомните, как Люся, в каком виде она танцует, и улыбка без сомнения. Это всё на века. Все пошли, все пришли, и все идут. И идёт вместе с ними Эльдар Александрович. Конечно. Потому что всё это он, всю эту машинку он завёл. Всю эту машинку. Я не понимаю, как он это заводил. Я не понимаю, где он брал силы, энергию на то, чтобы каждый, это же каждый день, всю жизнь «Барбара пошла!» И все идут, и все помнят, это поразительное человеческое существо с поразительной душой, энергией и качеством любви. Потому что он не мог просто говорить, «Да, я хорошо отношусь к зрителям». Нет. Он их, нас всех, он правда любил. Он правда любил, а не валял дурака, и не делал вид, что он нас любит. Он нас правда любил. И мы его правда любим. Спасибо.